Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня речь пойдет о разных бытовых штучках, каких-то находках, лайфхаках и гаджетах. Это видео будет супер полезным для всех. Обязательно оставайтесь со мной и поехали! Первое это грамотная закупка продуктов. Совсем недавно я рассказывала, что я составляю мужу список продуктов и пишу это все в смс-ке. Иногда даже забываешь о какой-то категории и вы мне подсказали, что вообще-то есть разные удобные приложения для планирования покупок. Я решила поделиться с вами, потому что для меня это супер открытие. Их огромное количество, все они разные. Мне, к сожалению, не с чем сравнивать, у меня только одно. Если есть что-то еще лучше, то жду ваших ценных подсказочек. Я скачала себе приложение Bring и оно также есть в телефоне у мужа. Если вы делите быт с кем-то, то это также удобно, потому что вы можете отправить свой список продуктов второму человеку, который живет с вами или помогает вам. Значит, ты заходишь сюда и у тебя есть целые категории фрукты, овощи, хлеб, выпечка, молоко, сыр, мясо, замороженные продукты и полуфабрикаты, зерновые, закуски, напитки, здоровье, красота. В общем, все, что вы можете себе представить, ну, практически, наверное, здесь есть. И ты просто выбираешь, что тебе нужно купить, отмечаешь в каком количестве и заходишь в магазин, спокойно совершаешь покупки и не бегаешь каждый день и не теряешь свое ценное время. Следующий момент, о котором, возможно, вы не знали. Вот бывало ли такое, что вы приносите что-то домой, смотрите на срок годности, а продукт до сегодня или до завтра или, дай бог, до послезавтра. Когда мы находимся в магазине, то зачастую продукты питания особенно выставляют таким образом, что первыми на полке стоят те, у которых уже подходит срок годности. То есть, если вам нужно купить что-то, что вы будете использовать через несколько дней или через неделю, доставайте те продукты, которые стоят подальше на полке. Оставаясь в теме покупок, мы с мужем уже давно приучили себя не покупать каждый раз пластиковые пакеты. Мы один раз приобрели прочные такие сумки, которые мы храним в машине или при входе в дом. Помимо этого, в магазине я стараюсь не брать вот эти маленькие тонкие пакеты, потому что они всего лишь одноразового использования. И какое-то время тому назад я купила вот такие, по-моему, это даже хлопковые авоськи. Я нашла их на Алиэкспресс, они бывают разных размеров. Я заказала себе сразу несколько. И даже когда прихожу домой, то некоторые продукты я храню в них. Например, здесь находится картофель. Когда они немного испачкаются, я бросаю их в стиральную машину, и потом они снова как новые. Я безгранично люблю тыкву. Это супер овощ, который можно использовать и в сладких, и в соленых блюдах. Но почистить и нарезать ее, это то еще испытание, особенно если у вас такие же слабые руки, как у меня. Я долгое время пыталась найти способ, как же ее самой разрезать. В общем, я стараюсь вбить нож. Потом беру молоток для отбивания мяса, переворачиваю его тыльной стороной без зубчиков. Это можно также сделать любой боковой поверхностью такого молотка. И стучу по ножу. Но только нож я беру тот, который мне не жалко. И таким образом я разрезаю тыкву. Зачастую они гораздо больше, чем мне необходимо на один раз. Поэтому я ее нарезаю, очищаю. И вот часть использую, например, для крем-супа. Если вы пропустили рецепт, то все нужные ссылки будут в инфобоксе. Он остренький, такой согревающий. И у нас еще не жарко, мы все еще едим этот суп. Вторую часть я или замораживаю в кубиках, или же сразу запекаю. На второй день, например, делаю супер нежные оладьи. Если ваши дети, так же как мой старший, на дух не переносят тыкву, попробуйте, возможно, этот рецепт приживется, потому что он не возмущается, а наоборот, с удовольствием их ест. Я вам показывала эту находку, но раз у нас отдельное видео, и также каждый раз, когда она появляется в моих сториз, или наверняка вот сейчас у некоторых из вас возникнет вопрос, что это за сковородка такая. У нее оптимальный размер, и можно было бы вот конкретно для нашей семьи взять и побольше. Но она суперская. Я нашла ее на Алиэкспресс, и теперь мои панкейки идеально ровные, и я выкладываю столько теста, сколько нужно. Буквально там половину, оно как-то так равномерно растекается этот раз, и также хорошо пропекается. К этой сковородке ничего не прилипает, поэтому я без проблем могу перевернуть яйцо, или что я здесь готовлю. Также она подходит для индукции, многие интересовались. И я просто-напросто мою ее в посудомоечной машине. Она до сих пор не испортилась. Я думаю, что она послужит мне долго. Самые часто используемые сыпучие хранятся у меня в таких контейнерах из Икеи. Я думаю, что в том числе и благодаря им у меня не заводится моль лет так 5, наверное, уже. И если я по внешнему виду могу различить содержимое в этих контейнерах, то у моего мужа получается чуточку хуже. И как минимум соль с сахаром постоянно путает. С мыслью о нем я купила вот эти наклейки. Они продаются на Алиэкспресс, стоят недорого. Но все еще не подписала, потому что решила не покупать отдельно маркер белый. Он есть у моей подруги, но мы с ней никак не встретимся. Я надеюсь, что когда-то наступит тот момент, когда все будет подписано и эстетично оформлено. Как минимум это удобно, и уж точно не перепутаешь потом. Если у вас, так же как у меня, часть сыпучих или вообще все хранятся в таких упаковках, какие-то приправы, то чтобы все это не рассыпалось, чтобы приправы не выветривались, я рекомендую удобные клипсы, которые подаются много где. В Икеа, например, они супер дорогие. На Алиэкспресс вы тоже найдете это за недорого. Они есть разных размеров, разных цветов. И вот так это все застегивается и не высыпается. Говоря об Алиэкспресс, реально очень много для дома я нахожу именно там, потому что там самый большой и интересный ассортимент, и при этом нормальные цены. Давайте договоримся так. Я сделаю для вас подборку всего самого любимого и проверенного. Я оставлю в инфобоксе. Заглядывайте. И также хотелось бы напомнить вам о полезности кэшбэк-сервиса Letyshops. Это сервис, который возвращает вам процент от потраченных вами денег во время онлайн-шоппинга. Если вы еще не зарегистрированы, то исправляйте это. Ссылка для регистрации будет ждать вас в инфобоксе. Также у них есть очень классное расширение для браузера. Вы его устанавливаете, и это суперудобно, потому что благодаря ему вы можете отслеживать и динамику цен товаров, и также рейтинг продавца. Если он у него хромает, я такого продавца обхожу стороной, и благодаря этому я очень редко промахиваюсь во время шоппинга на Алиэкспресс. Еще советую вам следить за горячими кэшбэками на Letyshops. Вы можете их активировать или через их главную страницу, или через приложение для мобильного телефона Letyshops. Сейчас вот, например, с 26 апреля по 30 апреля будет действовать горячий повышенный тройной кэшбэк на покупки на Алиэкспресс, и он будет достигать 15%. То есть вы могли бы сэкономить 100 рублей, а так сэкономите 300. Приятно? Приятно. Только вот количество таких активаций ограничено. Если вы его активируете, то вам нужно совершить покупку в течение нескольких часов, потому что кто-то другой воспользуется такой возможностью. Всю подробную информацию я, опять же, оставлю в инфобоксе, а мы с вами продолжаем. Очень многое я запекаю в духовке, и дети обожают всевозможные запеканки. Манник недавно показывала в инстаграме. Рада, что вам пригождаются мои рецепты, или какие-то тарты делаю. И для того, чтобы все это не прилипало в форме, и можно было спокойно достать, мы смазываем форму при помощи или даже кокосового масла, или сливочного масла. Можем посыпать или панировочными сухарями, или манкой. И дальше выкладываем, что мы планируем запекать, и все прекрасно будет отставать от формы. Есть еще один способ, которым я недавно воспользовалась, когда как раз запекала манник. И слушайте, это сработало еще лучше, еще меньше каких-то заморочек. Особенно это касается вот таких каких-то фигурных форм. Я взяла фольгу, выложила форму фольгой, вылила туда манник еще жидкий, запекла, и он прекрасно отстал. Выбросила в фольгу, форма чистая, ничего не нужно оттирать, отмывать, как-то там отмачивать. И манник тоже получился идеальной формы. На заметочку. Вещь, которая изменила мою уборку. Это бренд Веледа и их универсальная тряпка. О таком я, пожалуй, еще никогда не рассказывала на канале, но пришел тот час. Выглядит она вот таким образом. Это просто универсальная тряпка. Я не знаю, что в ней такого особенного, но она вытирает все на ура. Если у вас даже остаются где-то отпечатки на духовке, на микроволновке, на сантехнике, она так здорово все очищает, что я сейчас купила себе целых две, потому что они были в наличии. Так как без них я уже не представляю свою уборку. Вот так она выглядит, и мне довольно сложно домыть хорошо зеркала или окно. Потому что то отпечатки, то протираешь даже бумажным полотенцем, и остаются какие-то такие ворсинки непонятные. Откуда они берутся, тоже неизвестно. А эта тряпка за собой собирает все. Если в вашей стране продаются такие тряпочки, вы точно их оцените. И я даже плету нашу индукционную, протираю при помощи ее. Хотя светлую гораздо проще содержать в чистоте, чем черную. Если у вас черная индукция, то уж точно на заметку. Если вы так же, как я, не умеете готовить яйца пашот, я не знаю, что со мной не так, но у меня, наверное, раза два в жизни получилось. Может, дело не во мне, а в яйцах. Ну, короче говоря, я уже перестала пытаться. А потом я решила заказать себе такие силиконовые формочки. Я во влоге тоже показывала, как они работают. И это мега находка для лентяев, для тех, у кого так же не всегда все выходит на кухню. Эти формочки я, опять же, купила где? На Алиэкспресс. Копеечное дело. Значит, что мы делаем? Капаем буквально там несколько капель оливкового масла, разбиваем яйцо и в кипяток кладем. Если выкладывать сразу несколько, то в небольшой кастрюльке ничего не переворачивается. Если вы планируете сделать одно яйцо, то берем даже какую-то кружку, которую можно ставить на плиту, или же совсем маленькую кастрюльку. Такое яйцо готовится чуть дольше, чем обычное яйцо пашот, но вы также можете контролировать, хотите с жидким вот этим желтком или нет. Я не люблю прям, чтобы все разливалось. В общем, вы можете или раньше достать, или дождаться, когда оно схватится. Короче говоря, для разнообразия и для тех, у кого, так как у меня, не складывается с яйцевым пашот. Короче, я теперь вот могу по-разному готовить одни и те же блюда. Можно яйца и пожарить, и сварить, и яйца пашот сделать. В общем, вариантов, как видите. Ого-го! Я очень не люблю выбрасывать продукты, поэтому я стараюсь максимально все использовать, даже когда, ну, это овощи, не первая свежести, или бананы переспевшие. Что я делаю, например, с подсохшими овощами? Ну, в первую очередь, это, конечно же, куриный бульон. Я кладу туда морковь, корень сельдерея, корень петрушки, лук-порей, обычный лук. Это никак не влияет на вкус самого бульона, но вы не выбрасываете овощи, и также ваш бульон будет супер насыщенным, очень ароматным и вкусным. А бульон вы также можете заморозить и использовать, например, в ризотто или в какой-то крем-суп добавлять вместо воды. Еще один вариант того, что вы можете сделать с подсохшими овощами, это овощной концентрат. И здесь уже вы можете разгуляться, потому что вы можете использовать абсолютно разные овощи, даже если у вас есть грибы, то можете сделать не просто овощной концентрат, а грибной. Я как-то показывала во влоге, как это делается. Я делю его на порции, замораживаю, и потом уже, когда готовлю, какие-то соусы к мясу, опять же, крем-супы, ризотто. Я это использую вместо овощных кубиков. А благодаря тому, что там есть соль, у нас уже получается такая универсальная приправа, которая делает вкус практически всех наших соленых блюд более такой интересной, с изюминкой, вкусной и при этом без химии. Что делать с переспевшими бананами? Я не ем такие, я предпочитаю слегка зеленые, возможно, и странные. Но если у вас залежались бананы, и шкурка слегка начала очернеть, то используйте их в качестве основы для разнообразных смузи. Это раз. Во-вторых, вы можете испечь банановый хлеб. Это настолько вкусно, этот рецепт полюбился не только мне, но и многим моим зрителям. Если вы о нем забыли, и у вас есть переспевшие бананы, то вперед. И третий вариант, это блинчики. Я также не кладу туда сахар, и я использую вместо обычной муки рисовую, они получаются нежнейшими, и я их просто обожаю, а дети в них влюблены. Очень многие товары у нас не продаются порционно. Я имею в виду лук-порей, зачастую ты используешь только небольшое количество, а с остальным непонятно, что делать. Или укроп, петрушка. Даже наш любимый хлеб продается в такой большой буханке, и мы его не успеваем съедать, он или высыхает, с сухим хлебом тоже кое-что можно сделать, или ты покупаешь тортилью в упаковке, используешь там одну-две, остальные высыхают. Значит, в случае приправ и овощей, чаще всего это лук-порей, я все хорошо мою, даю подсохнуть, нарезаю, раскладываю по пакетикам и в морозилку. Вы не поверите, я была в шоке, когда увидела, что с хлебом мой свекр делает то же самое. Он его нарезает в пакет и в морозилку, и когда вы его разморозите, даже естественным путем, просто вечером, например, достанете несколько ломтиков хлеба, и утром он будет по вкусовым качествам и также по консистенции таким же, как свежий. И теперь я на всякий случай храню там один-два ломтика хлеба, если вдруг будет аварийная ситуация. Если так получилось, что вы поменяли плиту или куда-то переехали, у вас есть ваш любимый комплект сковородок или кастрюль, и они не подходят для индукции. У меня так было, когда мы переехали сюда. И что вы думаете? Я даже не подозревала о том, что существуют такие вещи. Это переходник для индукции. На Алиэкспресс, видела, опять же, я покупала у нас на Аллегро. Кстати, тяжеленькая вещь, и она уже не отмывается, но много раз меня выручала, пока я привыкла к тому, что мне постоянно нужно все покупать именно для индукции. Это просто ставится на плиту как сковородка, и поверх уже любая кастрюля или сковородка, которая не подходит для индукции. И все готовится точно так же. Супер крутая штучка, которую я заказывала на Ларедут, это как будто корзинка, но она с сеткой. Сетка складывается, и обычно здесь у нас хранятся фрукты, но только для того, чтобы сок не протекал или, не дай бог, что-то подпортится, я ставлю сюда тарелку, и тогда моя корзинка сохраняется в таком первозданном виде. И для того, чтобы не заводились мошки, чтобы никакие мухи не садились, я закрываю всю сеточку, и все прекрасно. То же самое касается какого-то пирога или хлеба, когда у нас сезон грилей, ты выносишь это на улицу, и все букашки начинают там высиживаться, а благодаря вот этой сеточке ничего такого не происходит, и такие же я видела на Ларедуте в этом году. Подсохший хлеб в нашей семье также не пропадает. Если я вижу, что он не слишком мягкий, то я зачастую детям делаю французские гренки. Смешиваю яйцо, небольшое количество молока, возможно, добавляю апельсиновую цедру, если она у меня есть, корица, сахар, все взбалтываю, промакиваю хлеб, и жарю на масле. Это очень вкусно, и они любят такие гренки или на полдник, или на завтрак. Если у вас есть багет, который засох, а на второй день он зачастую становится дубовым, не спешите его выбрасывать. Или дайте ему уже окончательно подсохнуть, я ломаю его на кусочки, забрасываю в блендер, и у меня получаются панировочные сухари. Видите, что у нас в семье мало что пропадает. Мы с Игнатом ярые фанаты авокадо. Оно у нас практически всегда есть дома, но не сразу съедаешь целое. Иногда остается половинка, и на второй день оно часто чернеет. Для того, чтобы это не происходило, достаточно смазать его оливковым маслом. И у меня так авокадо хранится два дня. Да, оно не чернеет, и остается свежим дольше. Мы с мужем очень любим живые цветы дома. Я понимаю, что не во всех странах они продаются по доступным ценам. У нас даже в супермаркетах, типа как Lidl или Бедронка, они действительно стоят не так дорого, и можно позволить себе там раз в неделю купить какой-то живой букетик, который будет тебя радовать. Но если вы хотите купить что-то надольше, то, например, я недавно приобрела в цветочном магазине цветы, которые часто используют для букетов. По-польски это гипсовка, но наверняка те, кто больше разбираются в цветах, чем я, подскажут, как это по-русски. Я не нашла сейчас в словаре. Может, плохо искала, но тем не менее, эти цветочки могут стоять в воде, но потом через несколько дней их достаешь, они высыхают и сохраняются именно в таком виде очень долгое время. Помимо этого, то же самое можно сделать с эвкалиптом. Я вот купила две веточки эвкалипта и несколько веток гипсовки. Между прочим, эти цветочки бывают разного цвета, голубые, розовые, сиреневые, и тогда они будут радовать нас дольше. Помимо этого, сейчас супер актуальны всякие травы, травы, которые растут у нас в саду, непригодны для того, чтобы их сушить. Они осыпаются, я пробовала сбрызгивать их лаком, это не работает. Но зато на Алиэкспресс я купила ветки год тому назад, наверное, и до сих пор они как новые. И на Алике можете найти так много разных вот именно и по цвету, и по форме. Они приходят как бы в закрытом виде и распушаются спустя несколько дней. И сохраняют свой внешний вид тоже очень долго. Ну, у меня вот год стоят. Также на Алиэкспресс можно купить веточки хлопка. Я, правда, свой хлопок из Алиэкспресс распотрошила, потому что украшала подарки. Можно вот так в течение года просто хранить все веточки, чтобы они стояли в качестве декора, а к праздникам, например, что-то соорудить собственными руками, какую-то композицию или же подарки украсить, как сделала я. Ну и в конце давайте я зачитаю небольшой список моих таких абсолютных мастхевов, что касается кухни. Это, с одной стороны, доступные продукты, но с другой, при помощи них я могу приготовить больше 10 разнообразных блюд. Яйца, картофель, мука, макароны, помидоры, именно в банке или без кожуры, или в виде пассаты, перетертых. Вы можете использовать это в качестве базы для приготовления соуса для пиццы или в лечо, или можно сделать соус болонезе, или даже томатный суп. Масло, молоко, творог, лук и сыр. То есть, помимо каких-то блинчиков, сырников, оладьев, можно сделать и финский блин, ленивый, из духовки, или даже сырные вафли, используя яйцо, молоко, сыр и творог. Я думаю, что на этом мы с вами будем заканчивать. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я была рада повидаться с вами. На этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, вы узнали что-то новое. На этом мы с вами будем прощаться. Надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.